Девушки отдыхают Форму взял, пойдем В этом тренировочном зале Алексей бывает чаще, чем дома Именно здесь качают железо и точат правильные тела, объясняет тяжеловес Сейчас он выполняет комплексные упражнения для развития мышц спины Вес 140 килограммов, 3 подхода по 12 раз Я заметил, что каждое упражнение, которое ты делаешь, ты делаешь из последних сил практически каждое движение Так и должно быть, только тогда достигается успех Конечно, тем более, учитывая, что именно спина – это очень большая группа мышц, очень большие веса Очень много требуется кислорода Максимум нагрузки – минимум еды Тяжеловес сейчас сидит на диете На профессиональном сленге это называется «сушка» Вывод жидкости из организма, чтобы мышцы смотрелись еще рельефнее Так Алексей готовится к очередному турниру Минутка белой зависти Алексей Лисуков позирует Я никогда бы этого не сделал, но можно потрогать, а? Смазайте им, это камень Оказывается, даже позировать в бодибилдинге тяжкий труд Чтобы показать себя во всей красе, Алексей должен одновременно напрягать мышцы и рук, и ног, и спины Глядя, как чемпион играет мускулами, Михаил тоже решил освоить технику спортивной демонстрации Встают в стойку Обычно она идет эстетичная снизу Подгибает живот Ставят руку в правую И в сторону отводят руку Соответственно, идет напряжение всех мышц Алексея уже не раз приглашали на фотосессии для спортивного глянца Красивый мускулистый торс у читателей ассоциируется с благополучием и успехом На самом деле живет победитель турнира Арнольд Классик более чем скромно В коммунальной квартире Соседей на время интервью Алексей попросил побыть на кухне Смотри, ты чемпион, и тут на тебе коммуналка Хотя в хорошем месте, старый фонд, петроградская сторона Но почему комната в коммуналке? Ну, во-первых, я не из Питера И, соответственно, когда я приехал сюда поступать Я вообще жил в общежитии И, соответственно, вот сейчас перебрался в коммунальную комнату 27 квадратных метров, да, старый очень план То есть здесь есть все, что мне необходимо По словам самого Алексея, на данный момент все, что ему нужно в жилой комнате Это компьютер, книги и место, куда можно поставить множество победных кубков Самый главный из них, конечно, с турнира «Арнольд Классик» Фигурка Шварценеггера Алексей с детских лет был его ярым поклонником У тебя висел плакат Шварценеггера когда-нибудь на стене? У меня не висела Шварценеггера плаката, но была его энциклопедия Ты вообще виделся со Шварценеггером лично? Была возможность, то есть, опять же, достаточно сложно его поймать И он ходит с охраны Арнольд Шварценеггер большой любитель собак У нашего культуриста тоже есть домашний питомец Правда, Арнольд любит больших бульмастифов Алексей – маленьких пекинесов У тебя должен быть ротвейлер, док, я не знаю, бультерьер, но не пекинес Это, конечно, пушистое чудо, Чип его зовут, да? Да Но почему пекинес именно, скажи мне? Почему такая маленькая и как бы девичья собачка? Ну, потому что, честно говоря, я люблю бультерьеров И очень хотел завести були Даже мы с моей Натальей-девушкой разговаривали про мини-були Но все-таки пекинес куда более миловидное существо И такое махнатое Здесь такой приятный диссонанс Ты выгуливаешь его, народ не смеется вообще Что ты такой большой Он смотрит с удивлением Ты упомянул свою девушку Наталью, она тоже занимается Да, бодифитнес Бодифитнес, да? Это такая более легкая разновидность бодибилдинга Не с такими весами, да? Она сейчас уехала, ты холостякуешь Поэтому мы можем воспользоваться моментом поговорить про девочек Девчонки действительно очень живо реагируют на накачанных мужчин Или на мне, накачанным мужчинам, только кажется так в иллюзиях? Ну Нету такого, что за тобой прямо бегут толпами девушки Ну вот как раз таки в Майами на фотосессии Буквально полторы недели назад Люди крайне остро реагируют на тело Люди женского пола, да? Женского пола, да, именно Особенно темнокожие, наверное Темнокожие девушки Это вообще Лучше не выходить даже без футболки Даже таким брутальным мужчинам, как Алексей Не чужда сентиментальность Алексей признался нашей программе, что он мог стать не качком, а пианистом Я просто 7 лет сколько отучился Это в аппетитах еще было, да? Да, получил диплом Потом я 5 лет не играл Да, 5 лет я не играл Но помнят руки-то Ну да Заканчивается обычный день титулованного бодибилдера Там же, где и начинался В тренажерном зале Только Алексей уже выступает в роли тренера Леша, отвлекать не будем Подсмотрим Большое спасибо за чудесный день Вот это рукопожатие настоящего мужчины По окончании спортивной карьеры Алексей планирует стать профессиональным тренером Он получает профильный диплом в Петербургском университете физической культуры А пока помогает по дружбе своей хорошей знакомой Готовится к соревнованиям по пауэр-фитнесу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова